В нашем обществе полно стереотипов. Мужчина сильный, мужчина лидер, мужчина защитник. Но и это еще не все. В современном мире сильная половина человечества отлично справляется с любыми, даже женскими занятиями. Мы собрали для вас три истории о трех мужчинах с большой буквы. Для каждого из них мы приготовили сюрприз. Посмотрим, справится ли сильный пол с нашими заданиями. Быть брутальным по максимуму, кажется, это призвание спецназовца Сергея Кавина. Его заслуги сложно перечислить. В родном Приволжске он открыл клуб единоборств «Витязь». В Иванове трудится инструктором в Академии боевых искусств Будасан. Сергей – мастер спорта по самбо, чемпион России, чемпион мира и Европы под зюдо, многократный чемпион мира по универсальному бою, действующий офицер, бравый майор. А еще обладатель крапового берета. Этого звания удостаиваются лишь единицы. Чтобы отстоять почетное право носить краповый берет, нужно преодолеть 12-километровый марш-бросок, пройти штурмовую полосу, показать огневую и высотную подготовку, а затем выстоять 12 минут спарринга с действующими краповыми беретами. Инструктора, которые принимают квалификационные испытания, смотрят не на физическую подготовку, а смотрят на предел человека. Рано или поздно он наступает, и ставятся другие служебные боевые задачи, которые нужно выполнить, несмотря на то, что устал. Если ты их выполняешь, то, соответственно, ты смог перешагнуть себя, победил себя. Не зря есть такое выражение – победишь себя, будешь непобедим. Если несмотря на усталость, ты выполнил эти боевые задачи, значит, ты сможешь двигаться дальше. Будни спецназовцы – ежедневные тренировки, спарринги, учения. Для Сергея этот марафон длится уже 12 лет. Много времени майор Кавин отдает воспитанию подрастающего поколения, тренирует детей, учит их боевым искусством. У нас на базе УФСИН работает отряд «Юный спецназовец», с которым занимаемся не только я, но и весь отдел. Показываем и обучаем ребят разному спецназовскому делу. У нас изучается огневая, строевая, топографическая и боевая подготовка. Образцовый сотрудник – призер спортсмен, но этого мало, чтобы носить гордое звание настоящего мужчины, поэтому Сергею мы подготовили испытание. Ну что, Сергей, это все, конечно, хорошо, силовая подготовка, все дела, но настоящий мужчина меряется не только этим. Я так понимаю, что у вас есть дети и, наверное, умеете вы делать что-то еще и по дому и помогать своей жене. Вот вам кукла, плетите. Справитесь? Косичку? Ну давайте косичку. Можно две? Ну, вопрос. Сергей шутит. Плести косички – это его хобби. Майор Кавин – любящий папу 8-летней Василисы. Красавица, умница и начинающий дзюдоистки. Дочка занимается тоже спортом. Вчера выступала на соревнованиях. Результат пока не очень хороший, но стремимся, тренируемся. Приезжаем сюда в отдел специального значения, кстати, с отряда вместе. Проводим занятия. Даже проходили здесь курс три дня в спецназе. Она тоже жила вместе с нами здесь. Тренировались. Сыну еще только четыре месяца, но кимоно я ему уже купил. Времени на отдых у Сергея нет. Нужно готовиться к очередным стартам. Впереди отборочный тур на чемпионат России. Тренироваться много и усиленно, без перерывов на выходные и профессиональные праздники. Тут редкий тип мужчин, которых не встретишь в барах или кальянных. Этот вид убитает там, где куют здоровье, а не теряют его. Представитель сверхсильной половины человечества Александр Фотин. Чемпион мира по безэкипировочному жиму лежа. Его личный рекорд – 270 килограммов. Тренажерный зал для Александра второй дом. Чтобы держать себя в форме и улучшать показатели тренировки четыре раза в неделю. Плюс бокс для общей нагрузки. Чемпион сделал себя сам. Разработал программу занятий. Шаг за шагом добрался до вершины пьедестала. Все, что я добился, оказалось достаточно так молниеносно. Но все самое тяжелое еще впереди. Как бы самое большое достижение – то, что я не сдаюсь. Как бы там и бывают травмы, и все. Вот это самое большое, самое тяжелое – перебороть, когда чего-то пошло не так. Вот заново готовиться к сезону, заново выступать, заново идти и понимать, что можно травмироваться, но как бы все равно. Спортсмен не просто не боится, а даже любит трудности. Ставит перед собой, казалось бы, невыполнимые задачи. И каждый раз, преодолевая себя, становится сильнее. И не только физически. Умение не сдаваться и достигать поставленной цели, по мнению Александра, именно эта черта отличает настоящего мужчину. Идти до конца, надо добиваться всего. Нельзя отступать назад. У шоссе точно задал себе планку, куда назад. По сто раз менять свои точки зрения нельзя так. Надо идти вперед и все. Сейчас спортсмен поставил себе новую сверхзадачу – взять вес в 300 килограммов. Даже звучит страшно, но Фотин не сомневается. Результата достигнет. Это только вопрос времени. Как озадачить человека, получающего удовольствие от преодоления трудностей? Попробуем подбросить чемпиону задание «Потяжелее железяк». Итак, Александр, вы очень сильный, но у нас для вас задание посложнее. Тренировка ваших будущих отцовских качеств. Это Ванечка. Его нужно запеленать. Попробуем сейчас. Напугать нашим заданием Александра не получилось, несмотря на отсутствие у него опыта. Несколько секунд – и малыш в пеленке. И это без единой тренировки. Если мужчина с силеным физически и характером, для него не существует неуполнимых задач. Врач областного поисково-спасательного отряда Николай Торицын не любит, когда его называют героем. Пусть даже репортажи. Хотя имеет все основания для такого наименования. Спасателем он трудится последние 8 лет. До этого больше 20 служил в МВД. На пенсию вышел подполковником милиции. Николай Васильевич – человек скромный. Про свой орден мужества, медали за отвагу, за труд во имя жизни и многие другие просил не упоминать. Ровно как и о своем участии в боевых действиях на Северном Кавказе во время военной кампании в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Был Николай Торицын и в Косово в составе миротворческой миссии ООН. За это и награды имеются. Начиная с 1994 года, начало Первой Чеченской войны, мы были как раз в составе подразделений, которые первые начинали боевые действия. Ну то есть мы как сотрудники МВД должны были участвовать, прийти в красивой форме, поучаствовать в зачистке взятого доблестными войсками города Грозного. Но там получилось немножко не так. Основная профессия Николая – медик. В качестве врача он был включен в группу ивановских спасателей, которые ликвидировали последствия страшного наводнения на Дальнем Востоке в 2013-м. Спасать человеческие жизни, рискуя своей, ему приходится на протяжении всей работы в силовых структурах. Нам изрядно везло, наши сотрудники получали минимум таких повреждений, скажем так. Хотя были случаи, когда сотрудники погибали при исполнении служебных задач. И когда, ну скажем так, были несколько случаев, когда мне приходилось, можно сказать, разворачивать госпиталь, лечебное учреждение на месте. Потому что люди достаточно получали различных травм, но не было возможности доставить в госпиталь, исходя из обстановки. Сейчас медик обучает спасателей региона. Рассказывает им, как нужно оказывать первую медицинскую помощь. Сам в составе дежурной смены ездит на различные ЧП. После горячих точек дорожными происшествиями его не шокируешь. Существует определенный перечень состояний, при которых мы оказываем первую помощь, и перечень действий, манипуляций по оказанию первой помощи. Эти навыки люди постоянно должны тренировать, совершенствовать, чтобы, оказавшись в ситуации, когда необходимо оказывать первую помощь, быть во всеоружии. Нашим экспериментам спасателя и экс-милиционера удивить не удалось. Наверное, нет такого занятия, которое не умел бы с блеском делать Николай Торицын. К чистке лука приступил без содроганий и, конечно, без слез. Я собираю волю в кулак. И никаких скупых мужских слез вы сейчас не увидите. Люблю готовить все. Предпочтительно блюда из овощей, мексиканское, что-нибудь остренькое, с кукурузой, с горошком, с фасолью. Люблю готовить еще мясное рагу с картошечкой в скороварке. Ну, практически все могу. Единственное, что я делаю очень редко, это выпечку. С ней много возни. А вот нас Николаю удивить удалось. Брутальный и мужественный спасатель в свободное от работы время увлекается вышивкой, бисером, вязанием, а еще народными ремеслами. Его работы можно даже на выставках увидеть. Уникум. Одним словом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова